Привет, уважаемые зрители, слушатели. Очень рад новым зрителям. Эндуро, конечно, крутой. На первый взгляд такой же нож, плюс-минус. Я понимаю, что, возможно, скрытые преимущества спайдерка Эндуро в таких условиях не проявятся. Нужны какие-то силовые нагрузки, жирные руки там и так далее. Прекрасно. Длины рукояти тоже достаточно. То есть для большой ладони нож будет очень удобен в управлении. В принципе, да, он универсален, так как на кухне, конечно, много сторонников ломов в городе. Но, ребят, это тяжело, носить тяжело его. А такой малыш, я считаю, что если выбор уже сделан, если ты готов смириться с какой-то хлипкостью, да, на фоне вот таких вот ножей, да, с уязвимостью клина, готов смириться, то есть в этой нише скелетизированных легких ножей, то надо брать все-таки с длинным клином, так как это не особо утяжелит нож, значительно длиннее. Вот так вот немножечко отдаляется палец от центра привычного управления, приходится лезть ему высоко, чтобы перелезть вот это вот. Поэтому мне удобнее вот сместиться сюда. То есть я это сразу отмечаю, это, в принципе, вот для таких задач минус. Непонятно. Ну, короче, да, ну, ребят, понятное дело, что эти задачи посильны любому ножу. Вон, 91-м вексом можно осилить. Ну, вот я хочу именно нарез, насколько проникаемо здесь. Ну, да, очень приятно так, интересно, конечно. Длинный клин, не чувствую, что никаких ограничений. И вот так вот нарезать вполне комфортно. Рукоять достаточной ширины и толщины, то есть вот в целом ее удобно держает. То есть бывает вот если сильно тонкий нож, хотя это тоже тонкий, на кармане он хороший. Но опять же, ребят, в сложенном состоянии он широкий тоже. Пол кармана блокирует. Карманом воспользоваться уже не получится нормально. Пока такие ножи, вот, кстати, коричневый цвет, хоть как-то психологически меня приближает. Дорогим, уважаемым ножом. Потому что фиолетовый брать, хоть и эндуро тоже есть вроде фиолетовая. Но это как-то с подозрением, конечно. Ну, в общем, и рыбку съесть, и каждое продолжение сам придумает. Вот нож близок к смыслу этой пословицы. То есть, ну, в принципе, я думаю, что не платить там 150-200 долларов, это хороший вариант обойтись таким ножом. Всем пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok